Памятное мероприятие прошло сегодня и в селе Костахи Тагурово. Представители власти в республике и муниципальных организациях, педагогические коллективы приняли участие в митинге около памятника жертв вооруженного нападения на Северо-Осетинскую школу в сентябре 2004 года. Подробности у Артура Мхце. Спасти не смогли, уберечь не сумели. Простите, что вас не увидят нам вновь. За то, что совсем ничего не успели. За то, что не дети хоронят отцов. Со времени трагедии в Беслане прошло 20 лет. Для подавляющего большинства жителей российских регионов та беда в Северо-Осетинской школе стала личной. А боль от потерь не утихает и по сей день. В селе имени Костахи Тагурово около памятника жертвам вооруженного нападения в Беслане был организован траурный митинг. Его участникам снова рассказали о тех событиях, об уроках прошлого и необходимости помнить, в связи с чем был инициирован День борьбы с терроризмом. 3 сентября мы вспоминаем всех, кто больше не придет к нам. Этот день мы вспоминаем не только Беслан. Мы вспоминаем всех, кто погиб в Дненовске, на Дубровке, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Владикавказе, в Нальчике на Зране, в Волгограде, в Грозном и других местах кровавых террористических атак. Участники митинга почтили память жертв бесланской трагедии «Минуты молчания», а затем возложили цветы и венки к мемориальному сооружению. К слову, при подготовке к мероприятию педагоги рассказывали воспитанникам о событиях 20-летней давности, что отмечали в разговоре и сами школьники. Я изучала, это было довольно сложно, учитывая то, что это утрата очень сильная. Наверняка людям, которые пережили это, сейчас намного труднее, чем я, когда это рассказывала. Когда я рассказывала, я переживала эти моменты, говоря об этой утрате. Оправдания терроризму нет и никогда не будет. И прошедшие в республике памятные мероприятия еще раз показали единение людей на фоне большой беды. Ведь перед лицом любых трудностей и вызовов народы многонациональной России становятся куда более сплоченными. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.